всех приветствует отвертка канал домашнего мастера и наш партнер сайт gaga.com не скучный сайт о технике сегодняшнее видео интересный вопрос что дает стандарт hdmi 2.1 объясняем что такое vrr qms и аэрси ао м и qft также динамические из яр и почему это важно итак поехали стандарт hdmi существует уже почти 20 лет он внес свой серьезный вклад в сближение компьютеров мониторов и телевизоров объединив тот самый пресловутый 3 и самый большой экран современного мира которым мы пользуемся каждый день обновление hdmi 2.1 несет себе целый ряд новых возможностей способных кардинально изменить наше восприятие картинки на экране самое ближайшее время посмотрев это видео вы узнаете что нужно знать об этом стандарте и какие новые технологические возможности за ними стоят заодно еще несколько аббревиатур перестанут быть для вас просто непонятным набором букв и так немного история как и зачем появился hdmi стандарт hdmi был разработан как цифровая замена стандарта передача аналогового видео разработку первой версии стандарта начали в апреле 2002 года первоначальной целью было создание а в разъема обратно совместимого с уже существующим цифровым интерфейсом dvi который использовался например в мониторах но не поддерживал передачу звука в первую версию стандарта вошли поддержка дисков blu-ray и конкурирующего формата hdvd а также consumer electronics control возможность управления потребительскими устройствами что обеспечило обратную связь и позволило пользователю контролировать несколько устройств с одного пульта со временем стандарт развивался со временем появились поддержка 3d видео решили расширенного динамического диапазона hdr повышенный этиватовой охват hlg ethernet для взаимодействия с другими устройствами в сети разрешение 4k с 2007 года и зимой стал для отрасли стандартом уже де-факто с этого момента все телевизоры мониторы проекторы стали его поддерживать и зимой появился в игровых приставках настольных компьютерах части ноутбуков и даже с помощью различных ухищрений вроде и меч л в смартфонах и планшетах и зимая продолжает постоянно развиваться его линцезиатами является сотней компании число выпущенных устройств поддержкой и зимой исчисляется миллиардами продвигаемся далее по нашему видеоролику но теперь типы разъемов hdmi не все знают но в спецификациях стандарта существует 5 видов разъемов и земель основной типа знаком каждому тип б был задуман для передачи двухканального сигнала 9 д но с появлением hdmi 1.3 где пропускная способность превысила эту скорость необходимость его существования отпала само собой и он так и нигде в принципе не использовался в готовых устройствах типы c и d были созданы по аналогии с мини и микро юсб и имеют примерно такие же размеры наконец тип е широко используется промышленном и профессиональном оборудовании благодаря надежности соединения и уменьшенным размером коннектор имеет фиксирующий язычок предотвращающий расшатывание кабеля и кожух предотвращающий попадание влаги и грязи на контакты давайте дальше будем рассматривать как развивался стандарт hdmi и так история версии за время своего существования стандарт hdmi получил 6 крупных обновлений с небольшими улучшениями внутри каждого которые добавлялись чуть позже вот краткая хронология возможностей и так и дима и 1.0 появился в 2002 году электрическая совместимость с 9 поддержка сэс pluray hd-dvd видео с разрешением до 1920 на 1200 при 60 кадров в секунду следующее hdmi версия 1.1 появился в 2004 году в этой версии добавлена поддержка 9 аудио идем далее следующий hdmi 1.2 2005 год появления здесь у нас имеется поддержка 8 канального звука супер аудио сиди и улучшенная работа с персональным компьютером благодаря отказу от требований используют ограниченный список форматов и разрешая любое разрешение и частоту обновления изображения например 720p 120 герц видим далее следующий формат hdmi 1.3 год появления 2006 здесь у нас увеличена пропускная способность до 10,2 гигабита в секунду добавлена поддержка глубины цвета до 16 бит на канал и возможность нести мета данные определяющие границы цветовой гаммы появилась поддержка аудио ретурн чину dolby true hd и dts hd мастер аудио а также у нас появился коннект типа c это мини hdmi для мобильных устройств следующий формат hdmi 1.4 год появления 2009 тут добавилась поддержка разрешения 4096 на 2 160 при 24 герцах и поддержка различных видов 3d видео видим далее следующий формат hdmi 2.0 он у нас появился в 2013 году здесь у нас появилась максимальная пропускная способность которая увеличена до 18 гигабит в секунду это позволяет hdmi 2.0 передавать видео 4к частотой 60 герц и глубиной цвета 24 бита появилась поддержка разрешения сторон 21 на 9 а также расширенный цветовой охват hlg и расширенный динамический диапазон hdr ну а теперь самый последний мощный формат hdmi 2.1 год появления 2017 год здесь у нас добавили поддержку более высоких разрешений более высоких частот обновления до 10к при 120 герцах также увеличена пропускная способность до 48 гигабит секунду появился целый пакет новых технологий для снижения задержек и создания плавного изображения в динамических сценах vr арк юмси qft all-м обновились технологии предыдущих поколений добавили hdr 10 плюс и и арси ну а теперь следующий вопрос что нового появилась в hdmi 2.1 и зимой 2.1 самое масштабное обновление стандарта со времен появления 4k и 3d это новое поколение открывает дорогу пакету технологий обеспечивающих улучшенное изображение звук для видео в ультра высоком разрешении и видеоиграх поэтому есть необходимость разобраться с этими обновлениями более подробно и итак первая фишка vr ар или вариаблий рефреш рейд переменная частота обновления vr ар является одним из основных преимуществ множества игровых и мультимедийных функций спецификации hdmi 2.1 она снижает или устраняет задержку дрожание и разрыв кадра для более плавного и детализованного игрового процесса vr ар позволяет игровому источнику игровой приставки или компьютеры доставлять видеокарты с максимально возможной скоростью графическим процессором требуется разные промежутки времени для рендеринга каждого кадра и это время зависит от сложности сцены мощности графического процессора выбранного разрешения частоты кадра когда на графический процессор действует три других фактора о и он не завершает рендеринг следующего кадра к тому моменту когда он должен быть отображен источник изображения должен либо повторить текущий кадр либо отобразить частично отрендеренный следующий кадр что вызывает дрожание и разрывы таким образом vr ар ожидает пока следующий кадр будет готов для его передачи демонстрируя пользователю текущий кадр что обеспечивает более плавную картинку в игре без раздражающих рывков и дрожаний идем дальше следующее qms quick media switching qms quick media switching это быстрое переключение между медиа она использует механизм vr чтобы устранить задержку в отображении потокового видео который может привести к появлению пустых кадров при смене частоты кадров пока разрешение остается неизменным и изменяется только частота кадров qms будет обеспечивать плавно изменяющийся картинку например при просмотре трейлеров потокового сервиса часть из них может быть с частотой 24 50 или 60 герц каждый раз когда выбирается трейлер с другой частотой кадров вся система должна изменять свою синхронизацию что вызывает отключение аудио либо видео зная что режим смены видео вызывает неприятные ощущения потоковые сервисы могут компенсировать это добавив встроенную задержку чтобы пользователи не пропустили часть трейлера qms устраняет эти задержки с помощью алгоритмов vr самостоятельно изменяя частоту кадров что позволяет более быстро и плавно переключаться с номинальной частоты 60 герц на любую более низкую скорость передачи данных до 24 герц в итоге зритель потокового видео сервиса никогда не видят пустых экранов и не получают негативных впечатлений от просмотра продвигаемся по нашему видеоролику далее следующая фишка а л л м авто love latency mode автоматический режим с малой задержкой авто love latency mode или а л л м позволяет автоматически устанавливать идеальную настройку задержки обеспечивая плавный и бесперебойный просмотр интерактивной картинки без пауз в большинстве случаев настройках телевизоров это называется игровым режимом и его обычно нужно настраивать вручную что требует отдельного перехода в меню настроек а затем обратного переключения в режим обычного просмотра фишка а л л м позволяет игровой консоли персональному компьютеру или другому устройству автоматически переключаться в режим с низкой задержкой для игр это также может быть полезно и для других целей например для караоке или видео звонку при этом постоянная настройка низкой задержки может оказаться не идеальным выбором для других режимов просмотра поскольку часть функций обработки изображения на телевизоре могут быть приостановлены для уменьшения задержки поэтому когда источнику больше не требуется режим с низкой задержкой например при переключении на просмотр фильма в потоковом видеосервисе функция а л л м автоматически отключается и телевизор возвращается свой предыдущий режим работы для создания наилучшей картинки ну а теперь следующая интересная фишка q ft quick фрейм транспорт функция q ft или quick frame транспорт быстрая передача кадров является еще одним важным шагом спецификации hdmi 2.1 она снижает задержку в играх и приложениях виртуальной реальности q ft передает каждый кадр с более высокой скоростью чтобы снизить задержку изображения то есть время между готовностью кадра к передаче в графический процессор и полным отображением этого кадра эта задержка складывается из трех компонентов и является суммой времени потрачено на перемещение кадра внутри источника изображения прохождение через кабель и обработки видео данных графическим процессором устройства такая общая задержка влияет на время отклика в играх например как много проходит времени между нажатием кнопки геймпада и отображением на экране результирующего действия хотя в этом уравнении много переменных но на все из них можно но не на все в принципе из них можно повлиять с точки зрения спецификации и земель q ft работает с транспортной частью этого уравнения сокращая время необходимы для передачи активного видео по кабелю и это приводит к уменьшению задержки отображения и снижению скорости отклика но теперь следующая очень популярная фишка идеальная детализация или дай не миг эйч диар динамический эйзер обеспечивает заметное улучшение общего качества видео изображения по сравнению со стандартным sdr динамическим или с статическим расширенным эйзер динамическим диапазоном а теперь и от статического эйзер до динамического эйч диар на практике это улучшает изображение за счет расширенного диапазона контрастности для получения более глубокого черного и более яркого белого больше детализации как темных так и светлых частей изображения и больше детализации в расширенном цветовом пространстве поддержка динамического эйзер гарантирует что каждый что в каждый момент на видео отображается видео отображается с идеальным значением глубины детализации яркости контрастности и более широкого цветового охвата от сцены к сцене и даже от кадра к кадру видео с расширенным динамическим диапазоном доступно для фильмов телешоу компьютерных и видеоигр и виртуальной реальности видим далее следующая фишка еще меньше кабелей и а р си пищей аудио ритуал чину и земель 2.1 имеет усовершенствованный возвратный аудиоканал и а р си который является усовершенствованием по сравнению с предыдущим возвратным аудиоканалом аэрси и арси упрощает подключение обеспечивает большую простоту использование для обнаружения нескольких компонентов и оптимизации звука он поддерживает новейшие аудио форматы с высокой скоростью передачи данных до 192 килогерц 24 битные не сжатые 5 1 и 7 1 а также 32 канальный не сжатый звук он также поддерживает dts hd мастера аудио dts x dolby true hd dolby atmos теперь насладиться качественным звуком кинотеатра в гостиной стало проще чем когда-либо что обеспечивает иммерсивное многомерное ощущение и улучшена детализацию и глубину звука и rc позволяет передавать звук на телевизор исходящий от кабельного спутникового потокового и исходного устройства на авэр или саундбар по одному кабелю hdmi это обеспечивает простоту подключения и возможность прослушивания исходного звука ну а теперь от нашего канала рубрика для тех кто хочет знать больше и так чем отличаются hdmi кабели и так в спецификации hdmi 1.3 которая вступила в силу в 2006 году появилась две категории сертифицированных hdmi кабелей в первую вошли кабели протестированы на частоте 74,25 мегагерца включающие разрешение 720p60 и 1080i60 они получили статус стандартных во вторую вошли кабели протестированы на частоте 340 мегагерц разрешениями до 1800 пи 60 и 2160 пи 30 кадров в секунду они стали называться высокоскоростными в 2015 году с появлением hdmi 2.0 ввели две новые категории и земля и кабелей способных работать с максимально пропускной способностью 18 гигабит и получивших специальные этикетки для защиты от подделок они получили название высокоскоростной кабель hdmi премиум класса премиум high speed hdmi и высокоскоростной кабель hdmi премиум класса с ethernet в 2017 году с выходом hdmi 2.1 появился третий тип кабелей предназначенных для передачи 8к видео с пропускной способностью до 48 гигабит и он получил название ultra high speed hdmi это канал отвертка канал домашнего мастера надеюсь данная информация была вам полезна подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки смотрите наши еженедельные стримы с нами будет интересно